Еп. Недавно я прокомментировала видео довольно известной такой тиктокерше. В видео мама типа говорила о своей дочери, не отпускала гулять с мальчиком, который, по ее мнению, не перспективный, не заработает им на жизнь и будет обеспечивать семью. Я написала, типа, любовь любовью, но если парень даже не собирается зарабатывать, зачем он такой нужен? Объясняю почему. Почему? Зачастую мальчики, которые еще с детства, понятно, что они не бей, не мей, не будут зарабатывать, вот это все в отношениях абьюзера. Они считают, что и женщина, и мужчина должны работать, зарабатывать именно чтобы жить. Мой муж считает, что женщина должна работать свое удовольствие, содержать семью должен мужчина. Эти самые абьюзеры считают, что оба должны зарабатывать, но при этом на женщине должно держаться все хозяйство. Помыть, приготовить, убрать, постирать и прочее. У многих девушек такая позиция не устраивает, и это понятно почему. Кто хочет ишачить по 8 часов в день, приходить домой и троить квартиру в одну харю? Я вот лично не хочу так. Со всяких домашних дел я сейчас получаю определенный какой-то дзен, потому что я работаю 20 часов в неделю, это в два раза меньше, чем работает обычно человек. По ТКРФ вроде бы так называется. Обычно люди работают по 40 часов в неделю, а мой муж работает 60 часов в неделю и полностью нас содержит. Я считаю, что либо вы оба зарабатываете и содержите дом, либо зарабатывает мужчина. При этом мой муж считает, что если я не хочу готовить и убирать, я не должна готовить и убирать. Я, например, могу весь день провести дома, ничего не сделать, и вечером мы просто закажем доставку, потому что мой муж не искал себе домработницу. И многие на это отреагировали так. Ты кому-то такая, собственно, нужна-то, блин, если ты не приготовить, не убрать, не можешь и не хочешь. Я считаю так. Если вы любите женщину свою, зарабатываете, обеспечиваете семью, собственно, окружаете ее вниманием, заботой, то в ответ вы получите тоже внимание и заботу. Она и приготовит, и уберет, и погладит, и постирает, и приготовит, если я это еще не сказала. После работы я спокойно прихожу, я возвращаюсь домой в два часа. Я готовлю, я убираю, я кайфую. Потому что я знаю, что мой мужик забьет мамонта и принесет его домой. Мне об этом думать не надо. В комментариях разразился такой срач, будто бы я себе ищу папика, и обязательно этого папика я ищу среди тех самых комментаторов. Я не знаю, серьезно, будто бы это им меня содержать надо. Какой кошмар. Пока у моего мужа не было возможности зарабатывать, пока мы еще не жили вместе, я вам так скажу. Зарабатывала я, и зарабатывала я много. Если ему что-то хотелось, но у него не было на это денег, я могла дать ему на это денег, купить ему и прочее. Потому что мне это тоже не было сложно. Потому что меня любили, и мне хотелось для этого человека сделать все. Это так работает. Кому как комфортно, те так и живут. Угомонитесь. Теперь я вам расскажу, что это за дама. Значит, когда она начала встречаться со своим мужем, ему было 15 лет, а ей 20. Сегодня ему, по-моему, то ли 17, то ли 18. Загнала парня. А, она же была в отношениях, и он, 15-летний, отбил ее там уголок. В общем, я так понимаю, она запудрила там мозги этому молодому парнишке. Объяснила ему, как правильно жить, да, что ты мужик, ты должен, ты обязан. А я тебе ни кухарка, ни домработница. И если вдруг, так как я сижу дома, ничего не сделала, то ничего страшного, ты не должен бомбить. Ведь ты же настоящий мужчина. Да, закажем себе там бургеры, пиццу или еще что-нибудь покушаем. Все, нормально, я же женщина, я обязан отдыхать. Я думаю, что она никогда не пойдет на работу, полноценную работу. Как и она никогда не будет полноценной домохозяйкой. Если уже на то пошел, что мужчина добывает мамонта, а она следит за очагом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!